В ЕГЭ по литературе будущего года планируют обновить список произведений. Рособорнадзор объяснил изменения, внесенные в кодификатор новой образовательной программой. Преподаватели литературы сетуют, что некоторые их воспитанники уже начали готовиться к экзамену и получается зря потратили время на Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Список текстов, необходимых для сдачи экзамена, теперь открывается пьесой Александра Островского «Гроза». Из него исчезла вся более ранняя литература, включая произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя. Но появились в частности «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Молодая гвардия» Александра Фадеева. Ценность русской классической литературы первой половины XIX века, несомненно, отмечают в Роспотребнадзоре. Но не менее важное и полноценное освоение школьниками лучших произведений российской литературы других исторических эпох, позволяющих сформировать правильно, целостно наполненное понимание современного общества. А вот многие филологи называют эти нововведения идеологической диверсии. И тут мнения разделились. Мы решили узнать у тверичан, что же они думают по этому поводу. Я считаю, что это неправильно. Почему? Ну, потому что это, наверное, основа, основа литературы. Поэтому считаю, что неправильно. Я не согласна. Я считаю, что это великие классики, поэтому, в принципе, они должны присутствовать во всех заданиях. Вот я сама сдавала ЕГЭ, соответственно, да, вот здесь уже первый курс. То есть мне попался Гоголь, и, в принципе, мне кажется, у них очень хорошее произведение. Против, категорически. Почему? Потому что это классика мировая. На этом все росли, все наши родители, все наше поколение. Такое нельзя убирать. Дети должны знать, что это такое. Это обязательно. Да, отрицательно, конечно. Потому что это известно с детства, так сказать. Это все наше, наше, живое. Мы в этом жили, это изучали. И вдруг сейчас это все хотят убрать, отменить, да, и ничего этого не будет. Я негативно отношусь. Потому что это люди, которые внесли просто огромный вклад в целом в литературу и в целом, ну, собственно, в Россию, можно так сказать. И убирать их, мне кажется, кощунство. Большинство тверичан против таких изменений и считают, что великих классиков необходимо оставить в обязательном списке. Доцент кафедры истории русской литературы и журналистики МГУ Егор Сартаков также недоволен исключением из ЕГЭ семи веков русской литературы. Он отмечает, что зависимости между ОГЭ и ЕГЭ по литературе нет. Ведь оба экзамена относятся к необязательным. Теоретически это может означать, что ученик может выбрать ЕГЭ по литературе, не сдав ОГЭ. И таким образом избежать проверки знаний, полученных с пятой по девятой класса. Подобное нововведение, несомненно, упростит задачу школьникам. Но как же качество знаний, которым может пострадать? И в таком случае знаменитая фраза «тяжело в учении, легко в бою» будет уже неактуальна.